Позвольте мне спросить вас, как один мешок с мясом и костями у другого такого же мешка? Кто же тогда Бог? Давайте попробуем подобраться к этому вопросу, если это вообще возможно. Можно ли вообще говорить об этом? Ну, лучше так, потому что иначе об этом невозможно говорить, правда? Это должно быть что-то приземлённое с небес на землю. Но мы можем быть слишком тупыми, чтобы это сделать. Это не просто невежество, это ещё и грех. Верно? Потому что есть не знание, а есть желание знать или же отказываться знать. Да. Тогда вы можете спросить, что ж, можно ли вывести Бога из объективного описания мира? Является ли Бог просто наивысшей единственностью природной реальности? И я отвечу, ну, в каком-то смысле в этом есть доля истины, но не совсем, потому что Бог в высшем смысле. Это Дух, которому вы должны подражать для своего процветания. Как вам такое биологическое определение? Дух как образец. Дух, которому вы должны подражать, чтобы процветать. Получается, когда мы говорим о человеческом духе, то в каком-то смысле имеем в виду именно это. Это движущий принцип. Да. Это метафизика. Это паттерн. И вы можете сказать, ну, а что это за паттерн? Хорошо, я могу в какой-то степени дать вам ответ. Представьте, что это подобно тому, как вас пленит красота и захватывает восхищение. И вы можете заметить, что это вам не предлагается. Вы должны это подметить. Это как, о, я восхищаюсь этим человеком. Хм, что же это значит? А это значит, что я хотел бы быть похожим на него или на нее. Вот что значит восхищение. Это значит, что в них есть что-то, что порождает подражание. Еще один инстинкт. Или даже вызывает уважение или благововение. Хорошо, тогда что же именно вас пленяет? Ну, я не знаю. Ладно, хорошо, допустим. Однако это пленяет вас, и вы хотите быть таким же. Например, дети поклоняются героям, да и взрослые тоже, если только не становятся законченными циниками. Я поклоняюсь довольно многим героям. О чем я и говорю. Но с гордостью. Да, вот так. Это празднование и склонность к подражанию, и есть поклонение. Вот что по своей сути означает поклонение. Теперь представьте, что вы взяли всех достойных восхищения людей и использовали их как основу для обучения ИИ. Извлекли основополагающие черты того, что является достойным восхищения. И вы повторяете это действие, пока не вычлените то, что вызывает наибольшее восхищение. Это наилучшее, что вы можете получить в плане божественного представления. Вы можете сказать, что ж, я не верю в это. Мол, что вы имеете в виду? Да. Это не набор пропозициональных утверждений. И не научная теория о структуре объективного мира. Тогда я могу сказать кое-что и об этом, потому что я много размышлял, особенно после разговора с Ричардом Докинзом. Хорошо. Постмодернисты. Давайте переместимся задолго до Де Рида и Фуко. Возможно, к Ницше, которым я, кстати, очень восхищаюсь. Он говорит, Бог мертв. Что ж, ладно. Но Ницше сказал, что Бог мертв, и убили его мы, и никакой воды недостаточно, чтобы смыть всю кровь. Это сказал Ницше, а он не дурак. Некоторые выражения сходят ему с рук. Это точно. И тогда вы думаете, что ж, мы убили трансцендентное. Но что это значит для науки? А это развязывает ей руки, потому что вся эта чепуха ником божестве — просто идиотское суеверие, которое тормозит науку. Так что и процесс научных свершений. По сути, это новое атеистическое утверждение. Но подождите-ка. Верите ли вы в трансцендентное, если вы ученый? И ответ — ну, вы не только в это верите, вы верите в это больше, чем во все остальное. Потому что если вы ученый, то верите в нечто, противоречащее вашей теории. Причем верите в это больше, чем в свою теорию. Мы должны обдумать это очень тщательно. Итак, ваша теория описывает мир, и насколько вам известно, ваше описание мира — это и есть мир. Но, поскольку вы ученый, вы думаете, что ж, хотя это мое описание мира, и это то, во что я верю, но существует что-то за пределами того, во что я верю. И это объект, и я собираюсь добавить его в свою теорию, и посмотрю, где она нарушится. А затем я собираюсь использовать доказательства нарушения как источник новой информации для актуализации моей теории. В общем, как ученые, вы должны допустить существование онтологической трансцендентности, прежде чем вы вообще сможете двигаться вперед, даже больше. Вы должны допустить, что контакт с онтологической трансцендентностью возможен. Хотя это и раздражает, потому что переворачивает все вверх тормашками. Но на самом деле это то, что расковывает вас. Поэтому вы принимаете это предложение, что существует трансцендентная реальность, и что контакт с этой трансцендентной реальностью является искупительным в самом фундаментальном смысле, потому что если это было бы не так, то зачем вам беспокоиться о контакте с ней? Вы сделаете все хуже или лучше? Почему контакт с трансцендентным раскрепощает вас как ученого? Потому что вы предполагаете, что свобода в самом фундаментальном смысле — это как свобода от нужды, от болезней, от невежества. Верно, она информирует вас, в ней заложен логос. Это и есть причина науки? Это определённо так. Это направление, скажем так, это направленность науки. Это нарративное направление, а не научное направление. И тогда вопрос в том, что такое нарратив. Что ж, он предполагает наличие трансцендентной реальности. Он утверждает, что трансцендентная реальность направляет. Он утверждает, что к нашей структуре знаний следует относиться со смирением. Он утверждает, что вы должны склониться перед лицом трансцендентного доказательства. И вы должны дать обет. Как учёные, вы это знаете. Вы должны дать обет следовать этому пути, если вы собираетесь быть настоящим учёным. Это как истина, несмотря ни на что. А это значит, что вы представляете истину как силу искупления. А что значит искупление? Зачем заниматься наукой? Ну, чтобы люди не голодали, чтобы люди могли более эффективно передвигаться, чтобы в жизни было изобилие. Всё это лежит в рамках основополагающей этики. Поэтому я и рассказываю вам об этом, пока мы говорим о вере в Бога. Это очень сложная тема, да? Верите ли вы в трансцендентную реальность? Что ж, ладно, теперь давайте допустим, вы купитесь на этот аргумент, но только в отношении природы. Вы скажете, да, да, это просто природа. Это не есть Бог. И тогда я отвечу, а с чего вы взялись, что знаете, что такое природа? Понимаете, проблема этого аргумента в том, что в своей основе он предполагает материалистический и редукционистский взгляд на то, что представляет собой природа. Но если вы учёный, то предположите, «Ну, в конечном счёте, я не знаю, что такое природа. Я точно не знаю её происхождение или конечного предназначения. Я не знаю её теологии. Я не вежествен в отношении природы. И поэтому, когда я говорю, что это не что иное, как природа, я должен иметь в виду, что это не что иное, как то, что я понимаю под словом природа. Я мог бы спросить, «Будет ли у нас полностью редукционистский отчёт о когнитивных процессах?» И ответ, «Да, но к тому времени, когда мы его получим, наше понимание материи настолько изменится, что то, что мы считаем редукционизмом сегодня, просто перестанет им быть». Материя — это не пыль, лишённая жизни. Я не знаю, что это такое. Я понятия не имею, что это такое. Но материя — это то, что имеет значение. Существует определение, и это очень странное определение. Но представление о том, что у нас есть... Если вы редукционист, материалистический редукционист, то вы сможете свести всю существующую сложность к вашим предположениям о природе материи. Однако это не научное предположение. Это лишь ограниченные человеческие предположения. предположения этого века или этой недели. Так что, в каком-то смысле, без Бога это затруднительно сделать, дать определение, о котором мы говорим. Нет смирения, или же... Его недостаточно. Скорее, вероятно, скорее наука может ошибаться, выбирая траекторию, избегающую смирения, не принимая во внимание что-то более могущественное, чем отдельный человек. Да, но мы знаем, что из этого мгновенно вытекает история Франкенштейна. И для нынешних времён это хорошая история. Как будто вы играете с созданием новой жизни. И вам, чёрт возьми, лучше убедиться, что ваши намерения чисты. Это интересно, ведь вы сказали, что наука обладает этикой. Я думаю... Она встроена в этику. Наука — это масштабное слово, и она включает в себя множество дисциплин, которые имеют разные традиции. Биология, химия, генетика, физика. Всё это очень разное сообщество. И я думаю, что биология, особенно когда вы начинаете иметь дело с медициной и человеческим телом, обладает очень серьёзной... Во-первых, её история связана со зверствами нацистской Германии и прочими вещами. Причём связана с этими вещами очень серьёзно. А, например, история робототехники и искусственного интеллекта не имеет к таким вещам отношения. И это реально интересно, потому что вы... Знаете, вы назвали меня учёным, и я хотел бы носить это звание с гордостью, но зачастую люди не считают информатику наукой. Но, тем не менее, я думаю, это будет главная область науки 21 века. И вы должны отнестись к этому очень серьёзно. Часто, когда люди создают роботов или системы искусственного интеллекта, они думают о них как об игрушках, с которыми можно возиться. «О, разве это не круто?» Я тоже это ощущаю. «Разве это не круто?» Это круто. Но в определённый момент вы можете подумать, «А разве этот ядерный взрыв не крут?» Да. Потому что он крут. Или противозачаточные таблетки — это круто. Или транзистор — тоже крут. Да. Но есть ещё кое-что, и в каком-то смысле это странная проблема. Инженеры робототехники — они ведь, по сути, люди-вещи. В смысле, их сфера интереса касается вещей, но не касается людей. Некоторые из моих лучших друзей — люди-вещи. Да, точно. А люди-вещи — это мыслители, которые придерживаются строгой логики и крайне ориентированы на результат и практичность. И всё это хорошо. Это создаёт механизм и обеспечивает его функционирование. Но в этом уравнении есть человеческая составляющая. Вот смотрите вы на закоренелого человека вещь и думаете, «Да, где же тут человек?» И когда мы говорим о том, мы говорили о необходимости того, чтобы технологическое предприятие было встроено в этику. И большую часть времени вы можете игнорировать это, верно? В каком-то смысле вы можете игнорировать общую этику, пока играете со своими игрушками. Но когда вы создаёте искусственный интеллект, это как, ну... Это не игрушка. Это может быть... Игрушка быстро превращается в монстра. Да, 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 да. А это совершенно новый вид монстра. Может, он уже здесь. Да, и заметьте, что многие из этих вещей вы уже не можете отключить. И что это с вами, инженерами, такое, что вы не способны установить выключатели? Мне всего лишь нужно зажать это на 5 секунд, чтобы выключить, или я не могу понять? Я просто хочу выключить это, выключить! Выключить! А что это с вами, людьми, которые не щёлкают выключатели в других людях, потому что есть некая магия в том, что вы это замечаете? И отключение такой штуки может быть болезненным для обоих, для вас и для этой штуки. Потому что вы должны быть очень осторожны, как инженер, добавляя выключатели к таким штукам. Я думаю, выключатель — это особенность, но никак не ошибка. Выключатель чертит дедлайн существования, как для людей, так и для систем. Это заставляет вас... Знаете, смерть — это то, что действительно вносит ясность в жизнь. И я думаю... Да, отсюда и пламенные мечи. Пламенный меч. Мне нравится ваш взгляд на пламя, охватившее куст. И, возможно, меч выступает здесь как предмет трансформации. Это также преобразование, которое как бы поглощает сущность в ходе процесса. Но это зависит от того, сколько шелухи в предмете. И именно поэтому нельзя прикасаться к Ковчегу Завета, к примеру. И именно поэтому у людей могут быть психоделические бэттрипы. Это как если бы вы на 95% состояли из шелухи и подошли бы близко к пламени. Да. Те 5%, что остались, могут не справиться. В общем, вы думаете, это шелуха. Но я думаю, здесь присутствует элемент разрушения, который, цитируя Буковский, «Найди то, что ты любишь, и позволь этому убить себя». Верно. Вам не кажется, что разрушение — это часть... Это смирение. Это смирение. Это... Еще бы. Еще бы. Это как приглашение на суд. Пригласите правосудие, и, может, вы потеряете лишь часть себя, но не умрете окончательно. Да. И, по-моему, это сказал Альфред Норт Уайтхед. Мы можем позволить нашим идеям умереть вместо нас. Верно? В нас могут жить неполноценные личности, которые мы можем сжечь. И отпустить их до того, как они станут главенствующими тиранами, и мы не потеряем все. Так что, да, существует этот оптимальный вариант смерти. И кто знает, что значит оптимизировать ее. Представьте, что каждый раз вы могли бы понемногу умирать, чтобы иметь возможность продолжать жить. Дело в том, что нам это известно из биологии, что если вы постоянно умираете неправильно, появляются раковые опухоли. Это очень тонкий баланс между биологической продуктивностью и ее отбраковкой. Жизнь — это настоящий баланс между ростом и смертью. И что произойдет, если вы правильно установите этот баланс? Ну, мы вроде как это знаем, верно? Потому что если вы проживаете свою жизнь, правильно так сказать, и вы достаточно смиренны, чтобы позволить своей глупости умереть, прежде чем она прикончит вас, вы проживете дольше. И это просто факт. Что же тогда является окончательным следствием этого? И ответ в том, что мы не знаем, мы понятия не имеем. Субтитры создавал DimaTorzok